всем привет добро пожаловать на канал невроза мегаполиса только что закончилось первое вводное занятие 9 сезона который мы анонсировали скажу вам так просто досмотрите это занятие полностью и до конца и вы не пожалеете обязательно посмотрите его полностью если вам хочется понять для себя многие вещи получить тот самый заряд мотивации и ответа на вопросах просто посмотрите его полностью мне не так уж и важно придете на 9 сезон или потом лето на 10 или потом на весенний это не важно это занятие изменит многое вашей жизни и даст вам то что вы так давно искали приятного просмотра еще раз всем привет давайте начинать еще раз повторюсь да что если кого-то кому-то что-то не слышно кому-то что-то не видно перезагрузили перезагружаетесь проходить эта система также вы видите что вы можете смотреть с телефонов с андроидов с айфонов это не проблема значит по поводу участников и 9 сезона до вы будете получать копии на следующий день после проведенного занятия поэтому если кто-то по каким-то причинам не может участвовать онлайн он соответственно будет получать в копии всю необходимую информацию и копию урок значит что еще по технической части необходимо вам знать ну по поводу видео кодеков аудио кодеков и теста системы я вам сказал по поводу копии которые будут участникам а девятого сезона высылаться после окончания занятия соответственно тоже сказал что еще по технической части вас не будет видно вас не будет слышно поэтому ваша камера ваш микрофон нам соответственно не нужен нам соответственно не наше занятие полностью анонимное и все мы последняя часть которую необходимо знать это по поводу дискуссии в чате чат нам не нужен в подавляющем большинстве случаев наших занятий нам необходим чат только тогда когда я буду задавать какие-то вопросы когда я буду задавать какие-то уточнения когда я буду задавать вам вопросы словами что непонятно что понятно ну и так далее да окей значит далее как мы сегодня выстроим с вами первое занятие чем мы сегодня будем заниматься прежде чем я приступлю к структурированию сегодняшнего занятия я попрошу всех перестать писать в чате давайте я его просто напросто выключу и соответственно мы с вами просто его закроем все отлично полегчало отлично итак мы сегодня с вами будем заниматься в первом уроке я буду безусловно делать акцент на посыл что у меня занимаются ребята которые уже пришли на девятый сезон и работать я буду в большей степени для них потому что выстраивать занятия я сегодня буду таким образом логическим следствием которого станет второе потом третье потом четвертое пятое и так далее всего на сами 10 уроков по два с половиной часа это двадцать два с половиной часа они продлятся пять недель они идут у нас по четвергам и по понедельникам и по четвергам в двадцать ноль ноль по московскому времени время не меняется дни не меняются тоже мы с вами позанимаемся ровно 10 занятий что еще наверно все значит теперь по сегодняшней структуре вы все здесь находитесь на тренинге который называется сезоны условно говоря или работа над невротическими расстройствами работа над эмоциональной коррекцией невротических расстройств кому подходит данный тренинг и кому он необходим прежде всего этот тренинг необходим тем кто столкнулся с проявлением невротических расстройств то есть тогда когда вы уже приехали до скажем так когда вы уже приехали к последствиям когда вы уже приехали к истощению когда вы уже пришли к проявлению определенных проблем то что мы называем с вами тревожно-фобическими неврозами паническими неврозами тревожно-депрессивными обсессивно-компульсивными смешанными там и так далее вторая категория людей которым будет полезен данный тренинг во всей своей полноте это те ребята кто являются зрителями моего канала это те те кто являются может быть людьми которые проходили какие-то другие тренинги занимались с моими коллегами за что им большое спасибо но они считают что им недостаточно вот я бы хотел сейчас сделать небольшой социальный социальный опрос попрошу всех поучаствовать я включу чат и попрошу ответить вам вас на один простой вопрос у кого напишите пожалуйста плюсик те у кого раньше были панические атаки агорофобия страхи за здоровье но сейчас их нету но сейчас не торопитесь но сейчас их нету но они поняли что им лучше то особо не стало пожалуйста да картина маслом кому то стало лучше безусловно я говорю о том что у кого нету панических атак нету агорофобии вот смотрите какое количество людей спасибо вам большое не испытывают уже панических атак но при этом а находится здесь возникает вопрос почему я сразу с места в карьер ответ очень простой панические атаки или вегетососудистые проявления вегетососудистые не являются какой-то автономной все спасибо большое за участие я пока чат прерву я потом к вам в чате опять обращусь обязательно панические атаки проявления вегетососудистой активности сами по себе не являются каким-то видом невроза или видом расстройства которые надо локально купировать чтобы вернуть человека в определенное состояние это это такая иллюзия которая кажется логичной и кажется такой ну банальной что ли да и многим кажется что если у них не будет панических атак и не будет страхов за здоровье то они вернутся к полноценной жизни поставьте восклицательный знак пожалуйста сейчас те я просто привык общаться с аудиторией там поднимите руки я буду иногда оговариваться по поводу поднятия рук но вы это самое не думаете что вам надо руки поднимать можно просто поставить какой-то отметку восклицательный знак поставьте пожалуйста те кто считал действительно что панические атаки или вегетососудистая активность физиологии является главной проблемой которую надо убрать и тогда все будет так хорошо как было раньше да мне кажется чуть даже больше ну поактивнее во всяком случае чем да много в чем в чем ошибка первая да и в чем прикол значит я хочу чтобы сейчас обратили на эту статистику внимание те ребята кто пришли в виде новичков да кто пришли первый раз на сезоны кто обо мне узнал не так давно и кто считает что у них вот эти проявления это их главная основная проблема которую надо убрать и тогда у них будет жизнь так хороша которая была раньше смотрите сами по себе сегодня будем говорить о симптоматике прежде всего да и о причинах симптоматики и о коррекции симптоматики мы сегодня посвятим первый урок именно вот этому вопросу и разберем дорожные карты и алгоритмы а действительно люди считают которые все спасибо большое спасибо действительно люди считают что наличие панических атак или страхов за здоровье является главным почему так происходит происходит это потому что человек а стал испытывать вегетатику и панические атаки как бы на ровном месте да то есть как бы на ровном месте он жил нормально 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 он жил нормально billionaire он и вдруг откуда ни возьмись ему стало плохо он стал испытывать какие то приступы он стал беспокоиться по поводу здоровья, и он готов отдать любые деньги за то, чтобы вот эти приступы и вот это состояние здоровья в него убрали. И он говорит, мне не надо больше ничего, только вот это. Это объяснимая реакция человека, потому что он действительно уверен, что это проблема. И вот канал Невроза Мегаполис уже много лет, и вот вы в вашем ответе доказываете этот канал, занимается объяснением того, что на самом деле происходит с людьми в принципе. А происходит с людьми следующее, что наличие невротического расстройства – это хронический процесс. И этот процесс тянулся и развивался еще до начала вегетативной активности и испуга. То есть на самом деле причина поднятия вегетативной активности, вследствие которой развиваются совокупные синдромы страха за здоровье, ипохондрии, панического синдрома, панического расстройства, изоляция человека путем избегания определенного самостоятельного передвижения, загоняния себя в угол – это лишь уже последствия. То есть можно сейчас всем для себя уяснить, что если вы столкнулись с вегетативной активностью и паническими атаками, это говорит о том, что на самом деле сам невроз и само расстройство у вас развивалось достаточно давно, но вышло оно в какой-то момент времени. Вот это всем понятно? Пожалуйста, чат я включил. Вот это всем ясно, что вы не заболели в момент выхода в панику, вы не заболели в момент выхода в вегетатику. Это не была точка начала невроза. Я хочу, чтобы вы это сейчас для себя уяснили, потому что в перспективе для вас это будет очень важно. Вегетативная активность, которую вы испугались и довели себя до паники, мы сегодня будем говорить об этой механике панической атаки, безусловно. Это последствия, вот этот момент, он очень важен. Это последствия, которые на самом деле копились какое-то время. Как оно копилось? Копилось оно следующим образом. Апохондрия тоже, конечно же. Апохондрия тоже последствия тревожного состояния, тревожного взгляда на вещи. Мы сегодня тоже об этом поговорим. У кого-то из вас, сейчас давайте возьмем ручки, блокноты. И давайте попробуем сейчас найти точку выхода в те или иные симптомы. Вегетатику и панику. Попробуйте сейчас просто немножечко отстраниться. Посмотреть на свою тетрадку, взять ручку и поразмыслить, когда началось это явление. Подумайте. Кто-то вспоминает первую паническую атаку. Кто-то вспоминает ухудшение вегетативного самочувствия. Чтобы здесь вам помочь, можно использовать простой такой прием. Вспомните период жизни, когда вам было относительно хорошо и спокойно. А потом вспомните период, с чего все началось. Вы сейчас разделитесь на две категории. Первая категория – это те, кто могут конкретно сказать, вот у меня ничего не было и было все хорошо. И потом, летом 2016-2017 года, началось по дороге на работу, началось в офисе, началось дома, началось где-то. И с этого момента все стало ухудшаться. Вторая категория людей не сможет описать вот эту точку. Они скажут, да я в принципе всегда как-то так или иначе испытывала вегетативное, тревожное состояние. Я сейчас попрошу вас в чате написать, в какой категории вы себя отнесли. В первой или второй? Пожалуйста. Первая – это которые могут, соответственно… Сейчас я сейчас включу. Сейчас, одну секундочку. Сейчас я сейчас включу. Так, чат работает? Минуточку. Я что-то его не вижу. А, все. Да, давайте еще раз. Немножечко подвисло, да, я вижу. Сейчас отвиснет. Окей. Первая категория – это те ребята, кто могут сказать, что у них это было. Вот они могут объяснить этот период. Вторая категория – это те, кто всегда были такими. Ну, больше единички, да, я так понимаю. Да, я вижу. Больше единички все-таки. Да, я понял. Сейчас, ребят, одну секундочку. Одну секунду, я, чтобы вам было попроще. Я вот так вот сделаю. Ну, можно сказать, 50 на 50 отчасти. Я тоже с вами здесь соглашусь, да. Давайте еще раз повторю. Да. Если у кого-то там что-то подвисло, и кто-то что-то не успел увидеть. Сейчас хорошо? По-моему, нормально. Значит, год? Год. Подавляющее большинство все-таки у нас помнит. Все-таки у нас помнит тот период, да. Видимо, много слишком людей пишут в чате. У нас на сезоне не будет такого количества людей, как сейчас. Под 800-900 человек. Конечно, не будет такого объема людей. Поэтому у нас обычно где-то до 300 слушателей. Поэтому, может быть, сейчас там что-то подвисает в чате, да. Но, по моим данным, почти 800 с чем-то. Ну, ничего страшного. Окей. Вы, главное, меня слышите. Давайте оставим чат в покое. Все. Давайте выключим. И оставим чат в покое. Окей? Хорошо. Давайте оставим чат в покое. И будем продолжить нашу встречу. Смотрите. В чем суть вопроса, который я задал? Большинство из вас пришли на эти занятия для того, чтобы справиться с симптоматикой. И я буду вам в этом помогать. Но я хочу, чтобы каждый из вас сейчас сразу понял одну простую вещь. Ваши проявления невротических расстройств являются последствием того эмоционального состояния, в которое вы себя привели. Последствием эмоционального состояния, в которое вы себя привели. Это очень важно понимать. Именно последствием, а не причиной. Нету такого понимания в неврозологии, в терапии неврозов, что у вас все было хорошо, а потом у вас вдруг все стало плохо. И начались симптомы. Вы системно, методично, год за годом, месяц за месяцем относились к определенным событиям определенным образом. Это касается отношения в личной сфере, в профессиональной сфере. Это касается вашей самостоятельности, это касается ваших убеждений, это касается вашей ответственности, это касается вашего перфекционизма к самому себе и к окружающим. Это касается огромного количества факторов. Поэтому прежде всего вы должны для себя уяснить и понять одну простую вещь. Если вы вышли в эмоциональное невротическое состояние, это говорит о том, что вы довели себя до определенного эмоционального градуса, где ваш организм уже говорит, ну как бы все. Ну как бы пора что-то менять. Поэтому сейчас, вот это касается новичков, давайте сейчас. Сейчас вы у меня, вот я хочу, чтобы вы мне сказали. Понимаете, о чем я говорю? Напишите, пожалуйста, на секунду в чате. Понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Хорошо, что если вы довели себя до такого... Так, я понял. Чат лучше не использовать. А то вы просто это самое... Насилуете чат так, что просто мама не горюй. Значит, если вы пришли к этому невротическому состоянию, вы себя довели. Чем мы будем с вами заниматься на сезонах и сегодня в частности? Сначала мы поговорим о симптоматике. О ее проявлениях и природе. И о том, как работать и как справляться с легитатикой, с паникой, с агорофобией, с обсессиями, навязчивостями и с тем эпохондрическим состоянием с жалобами за здоровье, на которое вы все, подавляющее большинство, жалуетесь. Значит, окей. Те ребята, которые отнесли себя к второй категории, это те, которые не могут вспомнить, когда у них это началось, а считают, что у них это всю жизнь какая-то тревожность и какое-то напряжение. Здесь не нужно ставить на себе клеймо и не надо расстраиваться. Здесь надо просто понять такую одну простую вещь, что вы просто-напросто всю жизнь интерпретируете и смотрите на обстоятельства окружающего вас мира и на себя, и на отношения в семье, и на отношения с социумом. Слишком тревожно, слишком зажато, слишком неконструктивно, слишком эмоционально перебарщивая. Вот это надо понимать. Поэтому правильное понимание психотерапии вашего состояния – это эмоциональная коррекция. Но эта эмоциональная коррекция будет делиться на несколько этапов, на несколько, так сказать, частей, что ли, на несколько пластов, на несколько, если хотите, на несколько, ну, лучше, наверное, этапов. Итак, давайте пишем вместе со мной, особенно это касается новичков, особенно это касается, кто только что присоединился. Этап номер один, которым мы с вами будем, соответственно, заниматься, которым мы, соответственно, с вами будем все вместе так или иначе обсуждать непосредственно последние пять, последующие пять недель. Это первый этап – это образовательный этап. Мы сегодня с этого и начнем. Образовательный этап. Целью этого образовательного этапа заключается, пишем, правильная, я подчеркиваю слово, правильная интерпретация собственного состояния. Надеюсь, что вы понимаете сейчас большинство, почему я делаю акцент на этом. Объясню. Первый этап – правильная интерпретация собственного состояния, собственного самочувствия, собственного психовегетативного напряжения, то, что вы называете симптоматикой. Правильная интерпретация – это залог успеха, избавления от вторичной тревожности по поводу того, как у вас это проявляется. Понятно? То есть, отсюда вытекает второй этап. Второй этап – это новая, пишем, новая форма поведения. Я в тех событиях и обстоятельствах, в которых мне раньше становилось страшно, в которых и при которых мне становилось страшно. А именно, новая форма поведения и новая форма мышления при наличии вегетативного напряжения. Я под наличием вегетативного напряжения, я подразумеваю полностью палитру вегетатики, где бы вас там не кальнуло, где бы вас там что-то не ёкнуло. Здесь же правильная интерпретация какого-то мыслительного процесса, который вам приходит в голову. Например, а вдруг у меня это, а вдруг я сойду с ума, а вдруг со мной случится это, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг это болезнь, а вдруг это то, а вдруг это всё. Это всё второй этап. Можно, в принципе, здесь же написать в целом разработка фабического поведения. Это касается избегания самостоятельного передвижения, это касается избегания далёких пространств, это касается избегания пробок, самолётов, лифтов. Это касается той формы поведения, в которой вы часто все, к которой часто вы все привыкли. Ясно? Good. Давайте попробуем вернуть чат, потому что мне бы хотелось, чтобы вы мне хотя бы сказали, ясно вам, а ли не ясно? Ясно? Ясно. Супер. Убираем чат, пока можем. Да, с чатом надо будет доработать, потому что такой объём ваших сообщений, конечно, он немного нам, у нас, у нас подвисает. Нас не остановить, мы писать будем даже на обоих. Супер. Прекрасно. Ребята, если там у кого-то что-то с интернетом, потом посмотрите в копии, ничего страшного. Первый этап, напомню, образование, целью которой является состояние правильной интерпретации. Сейчас объясню, почему это важно, мы сейчас поэтому пойдём. Второй этап, я вместе с вами сделаю некоторые заметочки, окей. Это сами упражнения по работе с обсессиями или по работе с фобиями. Третий этап, пишем вместе со мной. Пишем, пишем, пишем. Это первая ваша дорожная карта. Эй, алё, просыпаемся. Что-то уставился, сука, в монитор. Просыпайся, бери пенсил и пиши, потому что ты для этого сюда пришёл. Первый этап, это образование, целью которого является правильная интерпретация. Второе, это работа с упражнениями и с фобическими избеганиями. Третий этап, это обучение. Обучение, обучение себя анализировать, как, специально, медленно говорю, обучение, обучение себя, как я создаю собственные эмоции. Обучение себя, как я создаю собственные эмоции. Это третий этап. Писали? Хорошо. Четвёртый этап. Это разработка навыка внутреннего диалога с самим собой. Разработка навыка внутреннего диалога с самим собой. Да, это не шизофрения. Это называется человек думающий. То есть, по большому счёту, это разработка навыка думать, если хотите. Вы не обижайтесь, потому что мы в большинстве случаев думаем очень странно. Разработка навыка думать и интерпретировать события по-новому. А не по привычной, тревожной или нерациональной схеме. Это четвёртый этап. Проще говоря, для тех, кто уже в курсе, третий этап – это поиск автоматических мыслей и убеждений, и стили мышления. Как я это сделал, как я себя испугал, как я себя сейчас обижаю, как я себя тревожу, как я себя беспокою, как я сейчас ревную, что я сейчас думаю такого и как я мыслю. Сегодня мы об этих всех этапах поговорим детально. Окей? Окей. И четвёртый этап – это рациональный ответ, то, что называется в технологии, но я на него смотрю чуть более под другим углом, что ли. Это навык диалога с самим собой, целью которого является разработки мыслительных процессов, разработки логического мышления, разработка взвешенности, разработка привычки, обдумывать ситуацию рационально, а не по привычной схеме эмоциональных автоматизмов. Пятый этап. Пятым этапом является применение. 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 Применение рационального мышления в конкретных сферах собственной жизни, в которых либо создавалась, либо продолжает удерживаться невротическая реакция. Это очень большой этап, и мы, в принципе, практически весь сезон, где-то занятия с шестого, будем ему уделять огромное количество внимания, потому что именно там кроется вся соль вашей терапии, именно по принципу серьёзных улучшений. Ну и шестой этап – это можно его назвать закреплением, или можно его назвать какими-то конкретными изменениями, принятием решений. Его можно назвать обычной жизнью человека, уже с новыми привычками, уже с новой формой философии в голове, уже с новой формой эмоционального реагирования. Пожалуйста, сейчас чат включу, только, пожалуйста, не все пишем, не все. Давайте сейчас буквально вот чуть-чуть, да, плюсики просто поставьте, пожалуйста, услышали меня сейчас? Понятно? Угу, хорошо. Плюсики вижу, услышали, понятно. Кстати, вот когда вы плюсики ставите, он нормально переваривает плюсики. Плюсики, по-моему, переваривает, да? Когда вы начинаете писать, мне кажется. Языки не переваривают, мне кажется. Хорошо, супер, отлично. Давайте я его выключу, чтобы не отвлекаться. Супер, хорошо. Шестой этап – повторите. Шестой этап – это закрепление новой формы мышления. И принятие решений в своей жизни – это обычная жизнь человека, уже пожизненно, который начинает просто размышлять и действовать по-новому, более взвешенно, более конструктивно. И этот этап оттачивается всю жизнь потом. Но уже не со мной. Это касается первой вашей дорожной карты. Теперь у вас есть конкретные шаги, по которым движется ваша психотерапия, и по которым мы будем с вами двигаться все эти пять недель. О каждом этапе, на каждом занятии мы будем, соответственно, продвигаться. Начнем мы с образования упражнений. Затем мы перейдем к анализу стиля мышления. Затем мы перейдем к практической технологии изменения определенного стиля мышления, который вызывает напряжение. Затем мы перейдем к обучению, к изучению определенных сфер и конкретики, как это происходит. И затем мы будем все это дело закреплять, полировать, оттачивать. И я вас отпущу в свободное плавание, потому что невозможно вырасти внутренне, если вы постоянно будете испытывать, использовать какие-то костыли. Если вы постоянно будете использовать какие-то, в виде меня, такие опоры. Именно поэтому мы приглашаем повторить какой-то сезон те, кто что-то хочет улучшить, доработать. И мы даем копии на, то есть, ваши сезоны. Копии будут действительно две недели после окончания сезона. Объясню почему. Я считаю, это мое личное глубокое не просто убеждение, а это доказано временем, я занимаюсь с неврозами почти более 10 лет, что когда вам даешь копии, материалы в безграничном пользовании, вы вот так подходите к процессу в больше, чем половине случаев. Согласны? Вы говорите, потом, завтра, сегодня я не смогу, завтра я не успею, как-то мне не до этого. Потом, через год, я вспомню, что я не посмотрел, у меня были люди, реально, которые где-то сезоне на седьмом мне написали, здравствуйте, я на втором сезоне была, я там не посмотрела с пятого занятия. Почти год прошел. У меня в голове не укладывается. Я себя вспоминаю, когда у меня были панические атаки, вся эта психовегетативная петрушка в 2006 году. Знаете, я, гранит, готов был грызть за любые знания и сидеть ночами и днями, впитывать информацию и идти ее применять, потому что мне это, черт побери, было надо. А когда к нам приходят люди со словами «мне очень надо», но я как бы растяну это на годик, это, конечно, ваша ответственность, но я не готов к такому процессу. Значит, это первое. По дорожной карте сейчас обсудили, сейчас пойдем по первым двум этапам. Значит, далее. Сейчас следующие черта пишем, отчеркнули, пишем дальше. Факторы, которые мне помогут за пять недель изменить себя. Поставьте сейчас, пожалуйста, в чате плюсик, кто смотрел десятое занятие восьмого сезона. Пожалуйста. Кто смотрел десятое занятие? Смотрели, да? Я понял. Смотрели. Окей. Вижу, вижу, что смотрели, да. Спасибо. Все, я убрал чат. Вы видели, что на последнем занятии по моей просьбе оценить в среднем эффективность и довольство курсом составило в среднем 75-70%. Значит, если вы хотите получить за столь короткое время, столь достойные результаты, не только касающиеся вегетатики, паники и каких-то симптомов, но и в целом стать эмоционально стабильнее, понять конкретику, что же с вами произошло и что же надо делать и конкретно с чем, тогда запишите сейчас, пожалуйста, то, о чем я буду говорить. Пожалуйста. Первое. Надо понимать, что невротическое расстройство, тревогу, сомнение, напряжение и прочие эмоции генерирует только я сам. Надо понимать, что тревогу, сомнение, эмоции, страх, беспокойство и так далее генерирую я сам. Это не автоматическая болезнь, которая вы заразились как вирусом гриппа, который там плодится у вас в лёгких или в ротовой полости. И вы можете лежать на диване и как бы пить антибиотики и ни хрена не делать. Невроз – это не вирусная инфекция. Невроз – это склад мышления, которое вы просто-напросто считаете привычным, потому что вы по-другому не умеете. Хотите, я приведу пример? Хотите, один простой пример, только он не про симптомы, слава богу, он про политику. Ну, без фамилий. Вы сейчас просто себя узнаете все. Как выглядит стандартное мышление стандартного человека? Между прочим, на вот этом механизме, о котором я вам сейчас скажу, мы разбираем его у меня на курсе закрытом с людьми из компаний. Мы разбираем его с топ-менеджерами, мы разбираем его с первыми лицами. Вот этот пример, поэтому имейте в виду, что это не пример, связанный с выборами, это просто в целом пример, который я привожу. Смотрите, как выглядит ваш стиль мышления. Выглядит он примерно так. Предположим, вы узнали факт, что позвонил мужчина на прямую линию с президентом и пожаловался на проблемы на своей работе. Вскрыл какие-то болезненные моменты, да, грубо говорил, пожаловался. Вы этот факт знаете. Окей? Прошло какое-то время. Вы открываете газету или открываете там какой-то ресурс. И вы читаете, там, мужчина, который пожаловался на, там, такие-то проблемы, был уволен с собственной работы. Это второй факт. Так? Так. А теперь самое забавное. 90% людей, 90% людей свяжут эти два факта логической цепочки, что его уволили из-за того, что он позвонил и пожаловался. Согласны? Вот так выглядит ваше стандартное мышление. И лишь 10% людей, лишь 10% людей скажут, я не знаю, почему его уволили. И лишь 10% людей скажут, да, я знаю факт, что он пожаловался, да, я знаю факт, что его потом когда-то там через какое-то время уволили, но я не знаю, что явилась причина его увольнения. Может быть, он последние три года специфически себя вел, может быть, все к этому шло. Там может быть масса обстоятельств, согласны? Так. Которые связаны с последующим увольнением. А вот социальные два вот этих факта большинство людей свяжут. Вот так же и вы. И такая же точно логика работает у вас в отношении ваших вегетативных состояний, о которых мы сейчас будем говорить. У вас есть факт отсутствия вегетатики, так, до начала этого состояния. Потом у вас есть факт присутствия вегетатики. И у вас логически связывается история про то, что вы были здоровы, а потом вы чем-то заболели. И вот это на самом деле является проблемой. Поэтому давайте сейчас приступим к первому, к первому, к первой части вашей терапии. Окей? Окей. Прежде чем мы приступим к первой части терапии, хотел бы всем сказать, что если кто-то из присутствующих гостей захочет продолжить обучение на девятом сезоне, где у нас будет не 800 человек, а где у нас будет человек так 150, у меня не было никогда такого, чтобы чат не выдерживал вашего объема писем и так далее. Это какая-то единичная случай. Кто был на разных сезонах, все помнят, что этот чат, я уставал его закрывать, потому что он как бы наоборот мельчешил и отвлекал. Поэтому, может быть, это даже к лучшему. Если вы захотите продолжить, милости просим, со второго занятия. Более того, Павел, который менеджер наш, он сказал, что огромное количество людей, которые звонят, говорит о том, что у них есть проблемы с финансами. И 6,5 тысяч для многих много, ввиду определенных обстоятельств. И мы видели, как люди откликнулись на подарок в честь 8 марта на 3500. Поэтому я и Павел приняли решение, что те гости, которые присутствуют сегодня и зарегистрировались на сегодняшний вебинар, неважно, смотрите ли вы в копии, а нас ровно половина будут смотреть в копии. Там 1150 человек регистрировалось, половина из них будут посмотреть в копии. Получат возможность поучаствовать во всем девятом сезоне с копиями за 4,5 тысячи рублей. Это последнее предложение, это последняя возможность войти в девятый сезон. Давайте я открою чат и вы как-то это прокомментируете. Но, опять же, я никого заставлять не собираюсь. Упрашивать и на коленях отсасывать у вас и так далее я не собираюсь. Это просто пожелание нашего менеджера, который мне накануне сказал, что, Леш, люди очень хотят, но проблема у них с финансами. Соответственно, после занятия в социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте и лично у Павла будет до четверга доступ к оплате за 4,5 тысячи рублей до начала второго занятия. Ну, вроде чат проснулся, да? Чат проснулся. Окей. Идем дальше. Всем понятно, как с Украины можно оплатить? Напишите Павлу, он вам подскажет. Он для этого и существует. Если вы с Украины, вы не с Марса. Почему-то украинцы считают, что они марсиане. С Украины, конечно, можно. С PayPal, конечно, там много вариантов. У Украины проблемы не с Украиной. У Украины проблемы с чем-то другим. Но явно не с оплатой. Есть PayPal. У нас более 60 человек было на восьмом сезоне с Украиной. И тоже со скидкой. Вон Юля говорит, с Украины норма оплаты. Все у них. У них просто проблемы с другим. А не с оплатой. Окей, значит, все. Чат заработал вроде на твиз, да? В гривны сколько? Но сейчас я начну вам считать в гривны. Красавчики. Поехали. Все записали дорожную карту номер один? Зайка, за какое одно занятие? Андрей, за все. За все занятия. А вы что, считали, что это 4 500 за одно занятие? За все занятия. Да, представь себе. Всего лишь 4 500 за весь онлайн курс. Ты прикинь, какая неожиданность. И для многих это очень дорого. У меня один час персональный стоит 4,5. Ну, если вам кому интересно. И то по неврозам. По другим вопросам дороже. Все, закончили это обсуждать. Давайте я чат не буду трогать, а то он сейчас опять заглючит. Не это самое. Давайте я вас буду просить не писать в чате. Хорошо? Окей? Чтобы я его просто не включал, не переключал. Чтобы ничего не слетало. Ладно? Окей? Хорошо? Все. Давайте. Не пишем. Пожалуйста. Все. А онлайн сколько, Алексей, стоит? Вы что, прикалываетесь? Ребят, ну, хорош. Серьезно. Ребят, вот, смотрите, и так 10 лет. И так 10 лет. Это не кончается. Все. 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 В чате не пишем. Не пишем. Не пишем. Все. Я предложение вам сделал. Ой, блядь. Все понятно с вами. Короче. Я понял. Окей. Поехали. И последний, наверное, анонс, который тоже я хочу сказать, прежде чем мы приступим к технологии. Послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Значит, я хочу с вами поделиться выжимкой. Она не будет про симптоматику вообще. Внимательно сейчас меня послушайте, пожалуйста. Она не будет про вегетатику вообще. Она будет про развитие сильных лидерских качеств. Про развитие сильных качеств, которые вам не хватает. Я этот вебинар назвал путь от невроза к лидеру или успеху. Существуют основные критерии, по которым мы можем определить лидера и успешного человека. Развивая эти критерии, вы становитесь тем, кем вы хотите стать. Какие-то люди эти навыки и эти качества имеют с детского периода, так уж сложилось. А какие-то люди их развивали. У кого-то они получились развиваться естественным путем. Вспоминайте, Москва слезам не верит. Кто-то над ними системно работал. Я знаю много лидеров и очень успешных людей, которые в детстве чмырили, гнобили, они были неуверенные, они были зажатые. Вот ваш покорный слуга к этим людям относится. Я был очень неуверенным, зажатым, таким скромным мальчиком. Но естественным как-то путем я развивал эти качества. И я когда о них стал говорить недавно, я понял, что, блин, слушай, я действительно же, получается, их развивал только неосознанно. Есть люди, которые системно узнают об этих качествах, начинают их развивать. Есть те, которые как-то с ними выросли, что ли. Что это за качества? Запоминаем, потому что всему девятому сезону это понадобится отдельно 100%. Первое. Это зависимость от мнения окружающих людей. Пишем. Зависимость от мнения окружающих людей. Очень большое количество, и вы так галочку себе ставьте, очень большое количество людей находятся в зависимости от мнения окружающих. Или пытаются наоборот на окружающих произнести впечатление. Это тоже про зависимость. То есть, если мы говорим о нарциссическом расстройстве, если мы говорим о социофобии, как другой части этой шкалы, мы говорим о зависимости. Мы настолько можем быть зависимы от мнения окружающих, что мы из дома выйти не можем, пока не накрасимся, не начешемся, не будем идеальны. Либо мы боимся, потому что мы считаем, что нас плохо подумают и так далее. То есть, понятно, да? В эту же зависимость входит что, ребят? Зависимость от мнения близких. Я буду делать так, как надо близким, потому что... Это первое. Второе. Это принятие решений. Большинство наших клиентов не способны принимать решения, потому что они переполнены страхом будущего, страхом ошибки, страхом того, что будет. Они не берут на себя ответственность. То есть, первое. Это жить так, как хотите вы, независимо от мнения окружающих. Второе. Это научиться принимать решения. Третье. Это отсутствие избегания персональной ответственности, потому что огромное количество людей попадает в депрессию, попадают в неврозы, потому что они сами не замечают, как они выбирают легкие пути. Они выбирают легких мужчин, они выбирают легких женщин, они выбирают легкую работу, они выбирают очень много легкого того, что их уводит от ответственности. А потом говорят, что-то я как-то в этом болоте зачах. И четвертое качество – это развитие главного ресурса для лидера. Какой? Это гибкость. Гибкость к изменениям. Гибкость к переменам. Эта гибкость может быть стратегическая, может быть тактическая, может быть в течение дня, может быть в течение всей жизни. Мнение окружающих. Решение. Ответственность. Гибкость. Вот эти четыре качества мы будем обсуждать очень детально, точно так же, как и на сезоне, но в отдельном проекте, который будет 4 апреля в 19.30, также онлайн. Там не будет куча народу, там будет человек 200, я думаю, максимум. Поэтому мы прекрасно с вами проведем время, обсуждая это. И стоит это очень доступно. Аж целых 950 рублей. И копия тоже вам, соответственно, будет выслана. Значит, здесь всем понятно эта история. Я просто не хочу потом, ребят, к этому возвращаться. Хочу заняться сейчас дальше прикладной темой, которую мы с вами должны изучить на первом уроке. По 4 апреля всем ясно? Тема понравилась? Нужная тема? Важная тема? Кто может сказать, что у него все эти четыре качества отсутствуют? Кто может сказать, что у него действительно все четыре качества отсутствуют? Вот. Вот тем, у кого все четыре качества отсутствуют, тому я настоятельно рекомендую прийти на этот вебинар. Вот смотрите. Именно поэтому вы здесь. Если бы у вас эти четыре качества были бы развиты, вам бы нахрен Алексей Красиков был не нужен. Согласны? Согласитесь, плюсик поставьте. Если бы вы все это умели делать, вы бы нахую вертели бы меня с моим ютубом, понимаете? Я вам был бы не нужен. Потому что вы были бы эффективны. Вы бы никогда в невроз бы не пришли. Но поскольку у вас по этим четырем пунктам конкретные затыки, вы здесь. И я могу вам помочь в этом. Супер. Дайте я чат выключу. И последний анонс. Очень короткий. Для тех, кто хочет со мной лично познакомиться. И для тех, кто хочет лично получить от меня прокачку энергетическую, неэнергетическую и так далее. Целых два дня подряд. 7 и 8 апреля мы уже забронировали зал на 30 человек на Новом Арбате. В центре Москвы. Новый Арбат. У нас будет большой двухдневный практический семинар по эмоциональному управлению. Там будут менеджеры и руководители. Там будут люди бизнеса. Вам будет очень интересно и приятно быть в компании не тревожных людей, потому что у него в носу защемило. А люди, которые пришли туда с желанием научиться искусству эмоционального управления, чтобы не поднимать градус бизнеса, чтобы не поднимать градус на переговорах, чтобы не поднимать градус в целом. В общем, вам это будет очень-очень интересно, потому что там, соответственно, будет очень-очень такая интересная практическая часть. Ясно? Так что, кто хочет копий, не будет этого семинара 7-го, 8-го. Это закрытое мероприятие. Оно очень закрытое, такое камерное. Значит, кто хочет поприсутствовать на таком внутреннем двухдневном обучении, тоже, пожалуйста, к Павлу. Он вам все расскажет. Цена невысокая, не больше, чем сезон, там где-то в районе 8 тысяч рублей за два дня. Все. Все осветил. Все к Павлу вопросы задавайте. Пожалуйста, там только 30 мест на очный семинар. Ну и, соответственно, 4-го апреля тоже по поводу лидеров я вас всех жду. Все, поехали. Значит, давайте возвращаться к нашим симптомам, потому что большинство из вас хотят все-таки научиться думать, что они не умирают. Да? Давайте учиться думать, что вы не умираете. Правда? Окей. Поехали. Значит, начинаем. Если вы откроете вашу дорожную карту, то начинаем мы именно с первого этапа, который называется образование, а именно правильная интерпретация. Почему правильная интерпретация? Кто подумает? Подумайте сейчас. Почему я настоятельно сказал, что именно правильная интерпретация на первом этапе является очень-очень важной? Как вам кажется, почему я так сказал? Почему я сказал, что правильная интерпретация является очень базово важной? Верно. Да. Молодцы. Хорошо. Действительно, давайте берем ручки, пишем. Правильная интерпретация своего психо-вегетативного состояния важна базово, потому что вы именно из-за неправильной интерпретации создаете вторичную тревогу. Именно из-за этого. Схематично, схематично, это выглядит таким образом. Вот сейчас, пожалуйста, внимание новичкам, внимание всем тем, кто страдает, страдальцы, мученики, пожалуйста, внимание. А я думаю, что страдальцев и мучеников у нас более чем достаточно, потому что все эти страдальцы и мученики уже изнасиловали чат, пока меня не было, пока вы смотрели интервью. Я читал ваши вопросы, и я уже не смеялся, потому что мне уже не смешно. Смотрите. Когда вы неправильно интерпретируете вегетативное напряжение, ну вот, предположим, у вас есть вегетативное напряжение. Неважно, как оно проявляется, тахикардии, напряжение. Поэтому все ваши вопросы по поводу того, как проявляется вегетативное напряжение, оно абсолютно бессмысленно, потому что проявляться вегетативное и тревожное состояние может по-разному. А может ли, Алексей, быть такой? А может ли быть такой? А может ли быть такой? Да, блядь, может. Может. Мо-жет. Соответственно, понимать, что может, 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 ничего вам не даст. Надо понимать другое. Что проблема возникает в вашем базовом случае от необразования в том, что вы вот эти проявления... Эти проявления всевозможные, вегетативные, мыслительные, обсессивные, начинаете как-то что? Интерпретировать. Вы начинаете интерпретировать тахикардию, вы начинаете интерпретировать температуру тела, вы начинаете интерпретировать давление, вы начинаете интерпретировать только мурашки. Вы начинаете интерпретировать шаткость и заебёте весь интернет составлять шаткостью походки. Да, шаткостью походки, шаткостью меня. Вы замучаете всех перечислять вот эти всякие вещи, убеждая себя в том, что это что-то необычное с вами происходит. Потому что логика, как я сказал, у вас такая. Не было, стало, значит, что-то сломалось. Но если бы было всё нормально, такого уже не было, говорите вы. Отсюда первая базисная вещь, которую надо понимать, что когда у человека возникает внутреннее эмоциональное расстройство, то, что мы называем неврозом, оно проявляется вегетативно. Сейчас объясню почему более глубоко. Насиловать интернет Алексея Красикова, его коллег со словами может ли, может ли, может ли, может ли, может ли, может ли, абсолютно не нужно. Почему вы это делаете? Вы это делаете, потому что вы создаёте тревогу путём этой интерпретации. Каким образом? Вы собираете всю вот эту психовегетативную петрушку и говорите, ну как минимум, что это либо смерть, либо шиза, и вы начинаете думать о том, что вот это вот, это либо смерть, либо шизофрения. Тем самым создаёте вторичную проблему. Но если человек убеждён, что ему грозит смерть или шизофрения, как он будет себя чувствовать? Ну, конечно, он будет уже со всеми прощаться. Пятый год, правда. Потому что вы действительно уверены в том, что эти проявления могут привести вас к смерти или к шизофрении. На основании чего вы в этом уверены? Вы задумывались? Вы просто подумайте сейчас. На основании чего? Вы тахикардию, давление, температуру, вегетатику, ещё что-то начали интерпретировать как либо смерть, либо шизофрения. На основании незнания. Только лишь. Ну и косвенно на основании каких-нибудь долбоёбов в интернете, которые очень свято поделятся своими гипотезами. Именно поэтому никто от неврозы не умер и с ума не сошёл. Это технически невозможно. Потому что если бы от вашей психо-вегетативной реакции возможно было бы умереть или сойти с ума, во-первых, половина бы нахрен уже передохла, во-вторых, за последние 10 лет, как минимум, у нас было бы огромное количество смертей в Российской Федерации, и вас бы всех при первых подозрениях на невроз нахрен бы закрывали бы какой-нибудь клинике со словами, у вас есть хоть один, там, 0,1 процент смерти. Вам что говорят? Пошли нахрен, не мешайте работать. И правильно, по факту говорят, что они понимают, что это не страшно, но врачи объяснить, почему это не страшно, не хотят, потому что у них не очень много на это времени, либо нет желания, либо они сами не понимают. Врачи прекрасно понимают, что это не смертельно, что с ума вы не сойдёте. Они говорят, слушайте, поешьте феназепам, не мешайте. Всё у вас хорошо, дети к психологу. Они вот этой херней все занимаются, нам не до этого. У нас тут бабки с инфартом лежат в отделении 28 человек. Ты ещё будешь морочить голову, что ты вот-вот умрёшь, когда у тебя всё хорошо. Просто функциональное состояние, связанное с эмоциональным состоянием. Но это вам повезёт, если вы найдёте такого человека. В большинстве случаев вам скажут, ну я не знаю, что там, ну это не смертельно, но идите куда-нибудь в другое место. Почему вы так интерпретируете? Потому что вы не знаете. Поэтому пишем маленький заголовок первого этого пункта. Откуда берутся вегетативные симптомы и откуда берётся внутренняя тревожность? Откуда? Почему вдруг люди вообще заболевают невротическими состояниями? Почему вдруг, если вы говорите, ну чё за хрень? Если вегетативная система в организме человека симпатический и парасимпатический отдел была всегда, почему раньше симпатический парасимпатический отдел меня не колбасил, а вот тут в сентябре, блядь, сука, заколбасил, что за херня такая? Как это так происходит? Почему вот раньше меня это сильно не парило, а теперь меня это парит, знаете ли? Почему раньше мне не было такой тахикардии, не было столько тревоги, а теперь стало? Объясняю. Чтобы понять человеческую натуру, надо вспомнить одну очень интересную физиологическую вещь. О том, что такое головной мозг и вообще о том, как связаны психо и сома. Психея – это душа или то, что принято называть неким внутренним пространством, в котором вы размышляете, думаете. Ну, например, сейчас все молча, давайте произнесем слово «яблоко» и вспомним про яблоко. Зеленое или красное, неважно. Яблоко. Вот это можно назвать когнитивным процессом в душе. Ваша душа сейчас думает внутри про яблоко. Создается даже какой-то образ яблока. У кого-то зеленое, у кого-то желтое, у кого-то красное, неважно. А есть физиология тела. Физиология тела – это то, что, соответственно, происходит с вашими физиологическими реакциями. Так вот, я хочу вам объяснить очень важную вещь, которая должна стать фундаментом для вашего понимания, правильного понимания того, что с вами происходит. Изначально вегетативная система организма необходима нам для того, чтобы правильно регулировать работу органов и систем и вообще ее регулировать. Вегетативная иннервация, как педаль газа и тормоза, разгона тормоза, разгона тормоза, подчиняется двум основным факторам. Вегетативная регуляция подчиняется двум основным факторам – психологическому фактору и физиологическому фактору. Психологическому и физиологическому. Проще говоря, вегетатика может разгоняться из-за психологического и из-за физиологического. Например, как выглядит физиологический разгон вегетатики? Если вы зайдете в жаркую баню или выйдете на мороз, вы увидите регуляцию вегетативно-нервной системы, все точно самое. Где-то будет повышенный пульс, где-то пониженный пульс, где-то давление такое-то, где-то такое-то, где-то мурашки, где-то озноб. То же самое касается физических нагрузок. Если вы пойдете в спортзал и начнете заниматься физической нагрузкой, ваше сердце и ваши легкие, и вся ваша система будет работать в нагрузке с помощью вегетативной нервной системы. В этом нет никакой проблемы. Поэтому, когда вы бежите на беговой дорожке с пульсом 150, в этом нет никакой проблемы. Это естественная работа сердца, это естественная работа физиологии, обусловленной физической нагрузкой. Ровно такая же физическая активность организма, сердце, легкие, общая физиология связана и с психической нагрузкой. Когда человек сталкивается с какой-то угрожающей жизнью ситуацией, когда человек сталкивается с хроническим вниманием, состоянием неопределенности. Когда человек сталкивается с хроническим состоянием непринятого важного решения. Когда человек хронически сталкивается с внутренней эмоцией гнева, агрессии внутренней на людей или на себя, с хроническим чувством стыда, с хронической неуверенностью, с хроническим, переполняющим его чувством ревности, с хроническим эмоциональным состоянием, помноженной на определенную физиологическую истощенность, вот тогда вегетативная система начинает работать повышенно, согласно психологическому состоянию. Проще говоря, давайте сейчас все закроем глаза. Многие знают, какой сейчас буду пример приводить, но я хочу, чтобы еще раз со мной его сделали, либо кто не делал, сделайте точно, абсолютно. Закрываем все глаза. Представляем желтый лимон, фрукт. Разрезаем лимон мыслями пополам и начинаем давить лимонным соком себе на язык. И представляем, как лимон капает на язык. Если ставить вам фистулы в слюны и подчелюстные железы, вы увидите, что слюна начинает выделяться. Спасибо. Можно глаза открыть, если вы делали это упражнение. То же самое касается мастурбации. Кто помнит такие слова и кто помнит, что это такое, тот знает, что достаточно вспомнить какие-то процессы или посмотреть на какие-то процессы, и ваша физиология явно будоражится. Ну, вы в курсе, да? Как она будоражится? А никого рядом нету. А лимона не было. А партнера не было. Таким образом, давайте запоминать и понимать, что вегетативное, пишем кому нужно и подчеркиваем это красным. Вегетативная система организма, то, что вы называете симптоматикой, это естественная регуляция физиологии в состоянии эмоциональной нагрузки. И то, что вы ебёте мозг в интернете по вопросу, а это что? А это? А это может? А это может? А вот это может? Вы описываете в большинстве случаев вегетативную регуляцию при повышенной эмоциональной компоненте. Компоненты это делятся на два основных слоя. Сейчас мы об этом поговорим. Удивляться вашей тахикардии, вашему давлению, вашему чувству слабости, вашему чувству озноба или жара или в целом вегетативном состоянии не нужно, потому что это указывает на то, что вы переполнены просто эмоциональным перенапряжением. Искать лекарства от какого-то конкретного вегетативного компонента это тот же самый маразм, что вы пришли в фитнес-клуб и бежите по беговой дорожке, а потом ко мне подойдете и скажете, а можно лекарство от того, что у меня пульс 140? Я говорю, долбоеб, ты же бежишь по беговой дорожке. Да? А это связано? Да? Понятно. Это примерно то же самое. Поэтому когда вы приходите и начинаете жаловаться на всю вот эту вегетативную, якобы симптоматику, реакция какая? Это не симптоматика. Это естественное здоровое проявление эмоционального состояния. Экзамены, свидания, прыжки с парашютом, я не знаю, публичные выступления, эмоциональный диалог, он всегда сопровождается вегетатикой. Проблема не в этом. Ну, например, если вы вспомните свой экзамен, смотрите, что происходило. Вы за два, ну, какой-нибудь важный экзамен, или диплом, или собеседование, вы уже за два дня уже чувствовали поднятие тревожности. Согласны? Вместе с поднятием тревожности поднимается ваша вегетатика. Так? Так. Когда вы пришли на сам экзамен, пик эмоционального состояния страха поднимается еще выше. Вместе с этим ваша вегетатика. Там у нас позывы в туалет, там у нас тахикардия, пересохшая ротовая полость и так далее. Чувство люлев я не сдам и так далее. Но когда вы сдаете экзамен, это состояние стресса заканчивается. Все это понимают? Ребята, сейчас чат включу, чтобы вы хоть что-нибудь мне сказали. Потому что я бы хотел, чтобы вы что-то сказали. Это все понимают? Это заканчивается. Ага, я понял. Супер. Это заканчивается. А вот теперь что такое неврозы и вегетатика? Давайте это сейчас с вами... Все, я понял. Супер. Что такое неврозы и вегетатика? В отличие от... Да мне насрать на ваш пульс, верите? В нем, в нем. Нету в этом пульсе проблем. Проблема в другом. Что является причиной к этим эмоциональным состояниям? Когда вы приходите на собеседование или на экзамен, и у вас поднимается тревожность и вегетатика, вы а, понимаете из-за чего, и б, это заканчивается достаточно быстро, как только вы вышли. Согласны? Угу. А теперь представьте себе, что вы не знаете, что вы идете на экзамен. И вы не знаете вообще, что вам предстоит экзамен. Но по факту внутри психики вы так интерпретируете. Получается, что ваша тревожность поднимается, поднимается ваша вегетатика, а на поверхности вы говорите ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, все хорошо, все хорошо. Это поднимается, вы говорите, ой, ебта, че это со мной? Ой, блядь, кажись пиздец. Все. Мама, давай звони в морг. И начинается маразм. Тот, который я слышу уже последние 10 лет. Потому что на самом деле, внутри вас, поднялся все тот же эмоциональный градус. И вслед за ним поднялась так же вегетативная реакция. Разница между экзаменом заключается в том, что вы это не поняли. вот это сейчас всем понятно. Вот этот пример сейчас ясен, что ваша вегетатика является здоровой проявлением всего того же самого, что касается экзаменов, что касается собеседований. Разница, я понял, все, окей. Я понял, я понял, я понял. А разница заключается только в том, отследили мы это или не отследили. А теперь заключается проблема еще не в этом даже. А проблема в том, что когда у нас экзамен закончился, у нас что? И тревога, и страх, и вегетатика вместе упали. Потому что они всегда ходят вместе. Запомните, вегетатика, пишем, вегетатика ходит параллельно либо с физической, либо с эмоциональной активностью. Вот это прям себе, как очи наши там в православии, я не знаю, да, запишите, уровень вегетативного напряжения прямо пропорционален уровню физической или эмоциональной нагрузки. Это все записали. Уровень моего вегетативного состояния прямо пропорционален уровню моей физиологической или психологической нагрузки. Отсюда у человека с интеллектом, ну хотя бы с какой-то причинно-следственной связью, возникает логический вывод, что если у меня повышенная вегетатика и повышенная вот эта тревожность и мнительность, и вот это все, сейчас мы об этом, об эмоциях поговорим, это говорит о чем? Это говорит о том, что у меня есть повышенная эмоциональная нагрузка. Просто я ее уже не понимаю. Потому что на поверхности якобы все нормально. Отсюда, я к чему это все подводил? К паническим атакам. Большинство пациентов считают, что панические атаки это просто какой-то симптом невроза, который возникает сам по себе в разных местах. Вы считаете, что вы чем-то заболели, и у вас откуда ни возьмись возникает сначала вот это состояние, а потом начинается паника. И от этой логики вы говорите, лучше, блядь, быть поближе к дому, лучше, блядь, быть с собой заряженным, с баянами всякому феназепама, лучше быть поближе к скорой, лучше быть поближе к маме, и поближе к мужу, и вообще лучше одной, сука, далеко не уходить, потому что меня может накрыть, и мне никто не поможет. Поэтому я лучше буду перестраховываться и окружать свою жизнь теми людьми, которые, если что, меня спасут. В 90% случаев вы так и думаете. И это ваш маразм и ваша ошибка, которая может привести вас к инвалидности, только не по физиологии, а вот по макушке вашей. Почему? Потому что на самом деле все совсем наоборот. Слушайте меня сейчас очень внимательно, господа паникеры и неверующие. На самом же деле паническая атака является испугом вас за то вегетативное состояние, которое внутри вас происходит. Это примерно то же самое, что испугаться вегетативного состояния на морозе, в жаре, когда вы спорите с кем-то и когда вы просто эмоционируете, посчитав это вегетативное состояние прелюдии к инфаркту. То есть то, с чего начинается паническая атака, это просто напряжение. Паническая атака никогда не ебашит меня, простите, сразу. Сначала возникает какое-то напряжение в теле. Так? Так. А потом возникает два очень интересных момента. Помните, я в начале нашего семинара спросил, есть ли те, кто не испытывает паническую атаку? Помните? Помните, огромное количество людей сказали, у меня больше нет панических атак. Вы что думаете, они вылечились, что ли? Они не больные люди, они такие же, как и вы. Разница заключается в том, что кто-то смог себе обосновать и доказать, что вегетативное напряжение абсолютно безопасно и оно связано с каким-то моим эмоциональным перекосом по отношению к обстоятельствах, о которых мы будем сегодня тоже говорить. И бояться этого не надо. Да, мне херово вегетативно, да, мне некомфортно вегетативно, да, неприятно, да, слабость, да, мялость, да, шаткость, да, там, это, и так далее. Но это не опасно. И когда они понимают, что это не опасно и доказывают себе это упражнениями, у них и нет никакой паники. Потому что они сами не паникуют. Пишем вместе со мной. Паниковать могут только те, и рецидивы, ответ сюда же, только те, кто до сих пор, сука, посчитает, что вот это вегетативное напряжение чем-то опасно. Вот и вся ваша паника. Если вы будете продолжать считать на основе неграмотности вашей лично, что вегетативное напряжение вам опасно, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, тем-то, 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 бла-бла-бла, потому что то-то, то-то, эта опасность вызовет панику. Потому что любая опасность, которая вами трактуется для организма, это образ смерти. Когда вы закрывали глаза, представляли лимон, ваша вегетатика сработала, а лимона не было. Когда вы здесь представляете образ смерти, потому что у вас вегетатика, у вас выбрасывается по известным маршрутам адреналин, и вы испытываете состояние адреналина. и путаете состояние выброса адреналина от испуга с каким-то сердечным или неврологическим приступом. Вы просто ошиблись и неправильно поняли физиологию. Вы ехали на работу, у вас возникло вегетативное напряжение, вы посчитали, что это симптом инфаркта, испугались, почувствовали выброс адреналина и запаниковали. И не подумали о том, что вы ошиблись, вы убедили себя, что у вас был приступ стенокардии, что у вас был какой-то приступ почти, и вам повезло, потому что, пишем вместе со мной, вы здесь что-то сделали. Вы здесь что-то сделали. Когда вы ехали на работу, или были дома, или куда-то шли, у вас возникло вегетативное напряжение. Почему? Потому что у вас, сука, в жизни есть какие-то обстоятельства, которые вас ебут уже долгое время. Либо вы ебете себе мозг по этому поводу. И в какой-то момент времени, мы об этом на девятом сезоне будем очень много, ребятки, подробно говорить, в какой-то момент точка кипения, сука, дошла до высшего пика. И проявилось это напряжение просто не в удачное время. По дороге на работу, дома, на улице, и неважно, где это проявилось сейчас. Важно в том, как вы к этому проявлению отнеслись, если бы вам в школе объяснили вот это, вы бы никогда с панической атакой не столкнулись. Потому что как только бы у вас проявилась вегетатика, вы бы сказали, ой, бля, я об этом знаю, да, это такая какая-то херня вегетативная, это с эмоциями связано, наверное, потому что я там с Петькой не могу, да, что-то мне это переборщило я что-то. Так, надо пойти там спросить, что лучше делать. вегетатика есть? Есть. Проблематика с Петькой есть? Есть. Нерешенные вопросы с Петькой есть? Есть. Эмоциональная нестабильность есть? Есть. Да, ну, сука, нет панической атаки. А в вашем случае проблематика с Петькой есть, неразрешенные вопросы есть, эмоциональный перекос есть, началась вегетатика, вы сказали, кажись, я помираю, кажись, я сейчас обоссусь, кажись, я сейчас сойду с ума, выбрасывается на основе бегства адреналина и внимание вы здесь что-то делаете согласны что вы делаете вы либо убегаете куда-то домой успеваете схавать какой-нибудь корвалол успеваете позвонить кому-то вам становится лучше и вы говорите сука ура ура я не умерла мне фартанула мне фартанула блять я не умерла и не сошла с ума потому что я успела что-то сделать или мне просто повезло но есть большая сука доля вероятности что второй раз так не прокатит ребята дайте обратную связь а вы там как понимаете вообще чё я тут несут нет понимаете чё я несу новички господа у нас кажется мне кажется новичков господ слишком много так я понял хорошо я понял не буду вас спрашивать новичкам нравится видно хорошо окей я понял вижу да все офигенно понятно хорошо и вот вы здесь начинаете думать что вам фартануло первое что мы будем с вами заниматься уже со второго занятия конкретней это учиться правильно интерпретировать прежде всего вегетативное напряжение и бездействовать вам не надо ничего делать здесь вам надо всего лишь навсего научиться правильно интерпретировать и бездействовать и даже если вегетатика началась и даже если вы успели испугаться делать ничего не надо не надо никуда бежать не не надо никуда не стись не надо никому звонить и считать что фух повезло я так же как и вы по этому кругу бегал и в какой-то момент я заебался делать вот это поверьте и в тот момент когда я заебался это делать мне как-то стало попроще знаете ли и таких здесь очень много людей которые уже об этом слушать задолбались если честно но я обязан это сказать на первом занятии потому что а теперь задайте себе вопрос какого хрена я считаю это опасно каждый из вас сейчас ответьте только честно возьми ручку и напиши себе в тетради на основании чего я считаю вегетативное напряжение опасным чем я считаю его опасным почему я считаю его опасным настолько что пугаюсь на основании чего я умирал от этого я знаю кого то кто то умер или просто на основании а вдруг а вдруг в большинстве случаев это будет именно а вдруг а вдруг не выдержит а вдруг не смогу а вдруг не справлюсь а вдруг накроет очень сильно у любой эмоции а страх это эмоция ревность это эмоция гнев это эмоция есть тугообразная история ваша паническая атака так же и выглядит у вас случилось вегетативное напряжение вы посчитали что оно опасно угрожает испугались 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 и оно ушло здесь нету какого то момента под названием смерть или не выдержу оно по любому в крови гормон выбросился в кровь нейтрализовался у вас все в организме движется у вас все в организме движется вот таким образом понимаете все мне кажется профессор фройд мной гордился бы сейчас молодец хорошая интерпретация да но вы должны понять что вот здесь нету никакой точки смерти запомните этот сосок нету тут смерти да ваша вегетатика разгонится и так же ваша вегетатика и ваш страх сойдет на нет теперь ошибки ошибки здесь заключается в том пишем вместе со мной закон ютона третий пишем ребята все внимание кто уже оплатил 9 сезон где мы будем подробно разбирать именно стили мышления и философию там с мужьями женами детьми работой и так далее все внимательно сейчас слушайте пожалуйста потому что этот принцип он в принципе будет прослеживаться во всех наших занятиях сила сопротивления будет равна силе напряжения сила действия и силы противодействия пишем вместе со мной или запоминаем чем сильнее я не хочу вегетатики пишем 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 чем сильнее я не хочу терпеть испуг тем сильнее мое напряжение чем сильнее я хочу чтобы быстрее закончилось вот это очень важно тем хуже я себя чувствую конечно это все равно не смертельно но принцип ребята принцип все запомнили чем сильнее я не хочу чем сильнее я не хочу столкнуться тем хуже мне этот принцип основан на работе с обсессиями этот принцип основан на работе с паникой и этот принцип будет заложен в основе философии когнитивного подхода нами управляет только то что мы не можем допустить если ты говоришь какого хера он трахнул мою подругу и твое сопротивление максимально сильное ты такой же максимально сильный и результат получаешь в своем самочувствии если ты говоришь только бы не было паники вегетатики это пиздец как опасно я не хочу чтобы это было ты такой же результат в обратке и получишь если ты говоришь только бы не думать только бы не думать о ножах только бы не думать об этом потому что это я сейчас потеряю контроль я быстрее должен закончить об этом думать ты такой же ответку и получаешь запомните этот фундаментальный навык он вам пригодится на протяжении не только всего девятого сезона но и на протяжении всей жизни потому что мы с вами будем учиться работать на золотой середине где когда что-то у вас произойдет вы конечно естественно будете сопротивляться естественным путем но сопротивляться так чтобы вот эту обраточку не схватить вам будет неприятно вам будет дискомфортно потому что там ваш муж или жена или начальник или кто-то что-то сказал но обратки вегетативно не будет еще раз всем внимание сейчас очень важно вот прям очень важно потому что я понимаю что вы сейчас вряд ли понимаете что вообще я говорю но для тех кто понимает чем сильнее вы не хотите чем сильнее вы объясняете себе почему такого не должно быть чем это опасно тем сильнее вы чувствуете напряжение это всем ясно поэтому вся работа именно локально с паническими атаками кто пришел сегодня бесплатно посмотреть на это вот вам классика работы мировая это обосновать себе безопасность вегетатики и безопасность паники чтобы обосновать себе безопасность паники вам необходимо ничего не делать если вы успели испугаться и вам необходимо пишем не сопротивляться возможному подъему вегетативного состояния это всем ясно пожалуйста пишем плюсики надеюсь что плюсики пропустят чат пожалуйста плюсики кому это понятно хорошо хорошо окей молодцы я особо хочу обратить внимание что этот принцип мы будем использовать всю дорогу понимаешь если кто-то что-то тебе сказал если ты хотите я любой невроз сейчас разложу по этому принципу хотите вот любой невроз любой поехали давайте проимпровизируем социофобия только бы не подумали плохо только бы не подумали плохо сила только бы не подумали плохо будет равна силе его социального напряжения второй вариант ОКР обсессии только бы не сойти с ума только бы об этом не думать если я попаду в дурдом это ужасно что я об этом думаю только бы об этом не думать блин я об этом думаю зачем я об этом думаю только бы об этом не думать если об этом думаю я могу потерять контроль обраточка напряжение истерические конверсии они должны так как я хочу они должны как я хочу только так как я хочу должно быть как я хочу так и должно быть напряжение неврастения я должен все успеть идеально сделать я должен победить я должен всем доказать я должен всем доказать я должен все успеть я должен все успеть я все должен успеть иначе я плохой иначе меня оставят одного иначе нельзя любить обраточку я могу любой вид невроза Классифицировать очень быстро по этой системе, она очень простая. Вами управляет только то, что вы не можете допустить, и ваша задача будет научиться управлять этими допущениями. С этого мы с вами и начнем девятый сезон. Первое, с чего мы начинаем эмоциональную коррекцию, после объяснения всей этой психовегетативной байды, это работа уже с причинно-следственной связью. Почему я так не допускаю? Какая-то часть сегодняшней аудитории все еще не допускает вегетатику, потому что им кажется, что это смертельно. Какая-то часть людей уже понимает это, и они сюда пришли для чего? Чтобы побыстрее перейти опять во внутреннюю структуру со словами «Давайте поговорим, почему я так этого не могу допустить». Например, почему я не могу допустить определенных обстоятельств. Внимание, коррекция. Допустить не означает принять. Я могу не поддерживать и не принимать то, как ведут себя определенные люди. Я говорю, что для меня это неприемлемо. Я лично бы так не поступил. И я это не поддерживаю. Я не принимаю это. Я говорю, я не согласен. Я считаю это не объективным. Но я даю вам право внутренне быть такими, какие вы есть, со своей позицией, со своими взглядами, со своими убеждениями. Я лично считаю это не объективным. А вы можете считать это объективным, потому что мы все разные. А знаете, откуда это вытекает? Ну так, чуть-чуть вперед. Это вытекает оттуда, что вы считаете, что то, как смотрите вы на мир, вот это, сука, правильно. Это истина. А вот все остальные изгои, уроды, которые отклоняются от вашего понимания, они какие-то не такие. Они неправильные. Вам надо пойти и тыкнуть их носом в то, что вы знаете как, а они такие засранцы, делают не так. Поэтому один из фундаментальных философских аспектов когнитивной терапии – это разработка гибкости именно в одном из этого направлений. Но я отвлекся чуть-чуть, если честно. Что еще здесь можно на первом вводном занятии вам сказать о вегетатике? Возьмите листы бумаги для тех, кто пришел сюда бесплатно в виде намечков. Потому что, возможно, вы не пойдете дальше на девятый сезон, и мы с вами никогда больше не увидимся. Выпишите на листе бумаги все то, на основании чего вы считаете, что вегетативное напряжение – это угроза. Выпишите это. Просто выпишите. И вы хотя бы увидите эту интерпретацию. Выпишите 20 пунктов, почему вам кажется, что вегетатика вам опасна. Второе. Дайте себе слово, что если я завтра пойду куда-то, и у меня начнется вегетатика, я никуда не побегу. Я не развернусь. Я останусь там и пойду дальше своей дорогой. У вас полезут в голову те мысли из вашего списка. А вдруг я умру, а вдруг все-таки инфаркт, а вдруг все-таки не помогут, на-на-на-на-на-на-на-на. И вы должны сейчас меня услышать. То, что вы будете завтра чувствовать на улице, то, что вы будете завтра чувствовать дома, это не проблемы с организмом. Это привычка себя пугать. Вы болеете не приступами. Вы болеете привычкой себя пугать. Да, у вас поднимается вегетатика, потому что есть невротическая основа. Сейчас мы к этому перейдем. Но вы болеете привычкой себя пугать. Вот здесь ясно? Это вот так в первом приближении, на вводном уроке. Ясно всем? Ребята? Супер. Теперь как образуется страх за здоровье по классу и по хондрии? А я, кстати, забыл вам сказать одну новость. Хотите новость? Это занятие нулевое. Оно вводное. Поэтому те, кто оплатил 9 сезон, у вас не 9, а 10 занятий впереди. Это занятие считается первым. Но если хотите, тогда их всего будет 11. Потому что вот это занятие, все то, о чем я сегодня говорю, оно будет вводным. Но у вас уже есть дорожные карты, то, чем мы будем заниматься. Откуда берется ваш страх за здоровье и ваши ипохондрии, ваша остыния, ваша вялость и слабость? И ваши обсессии? И как с этим работать? Когда у вас есть стиль мышления, который создает тревогу, есть три времени. Прошлое, настоящее и будущее. Ребята, внимание. Внимание. Базовая тревога, о которой вы так много знаете, которая создает вот эти симптомы, имеет три уровня. Прошлое, настоящее и будущее. Вам так будет проще понимать. Либо, откуда вообще вся эта петрушка началась, да, вот эта вот, с которой у вас начинается вегетатик. Либо, пишем, пишем. Либо у вас в прошлом что-то произошло, что вы не можете отпустить. И постоянно об этом думаете. Либо вы в настоящем попали в какую-то ситуацию, которую не можете разрулить. Между самим собой внутри. Уйти, не уйти. Как поступить? А вдруг получится? А вдруг не получится? Я не знаю, что сделать. Либо вы заглядываете в будущее со словами, а вдруг я не смогу, а вдруг я не справлюсь, ничего не получится, бла-бла-бла. Как дифференцируются диагнозы? Когда у нас пациент создаёт тревогу из прошлого, то, что он не может отпустить, обычно это либо психотравмы, либо то, что Фредерик Перлс назвал незакрытым гештальтом. Незакрытый гештальт – это непроработанные, неотработанные эмоции из прошлого, которые с вами случились и не дают вам жить и двигаться дальше. В настоящем, как правило, это панические расстройства, основанные на страхе за самочувствие. То есть вы говорите, вначале, в настоящем, какое-то событие, у вас в настоящем проблемы на работе, у вас в настоящем нерешённые вопросы с семьёй, у вас в настоящем нерешённые вопросы с работой, у вас в настоящем любовница, любовник, треугольник, у вас в настоящем муж не может вас выебать уже, блядь, 10 лет, нормально. У вас в настоящем жена поправилась на 20 килограмм, и никто не хочет кидать зубочистку в вулкан. У вас в настоящем дети вас бесят. У вас в настоящем раздражение вызывает все, что происходит в вашей жизни, сука. Это в настоящем. И это напряжение отсюда. Либо, внимание, генерализованное тревожное расстройство ГТР, оно всегда из будущего. Тревога всегда – это проекция будущего. Пишем вместе со мной. Ребята, интересно то, что я сейчас вам говорю вообще. Ну, как-то норм? Норм? Норм. Хорошо. Окей, сейчас я выключу. Смотрите. Ох, сейчас. Вот так. Да. Генерализованное тревожное расстройство – это стиль мышления в третьем периоде времени, когда вы постоянно сомневаетесь только в будущем. То есть, если у вас, если вы сейчас начнете задумываться, то генерализованный тревожный человек – это человек, который постоянно сомневается в перспективе будущего. Я не справлюсь, у меня не получится, это опасно, а вдруг там это, а вдруг там это, а может быть там, а если я туда поеду, а если я там. То есть, это из третьей проекции будущего. Вот вам для простоты понимания три варианта. Ваше внутреннее напряжение – это последствия склада вашего мышления либо о прошлом, либо о настоящем, либо о будущем. Лайфхак практически номер три. Берем лист бумаги. Выписываем для себя три столбика. Прошлое, настоящее, будущее. И попытайтесь сегодня после занятий или завтра, если кто не пойдет на девятый сезон, потому что на девятом сезоне я вас заебу с этими тремя проекциями. Если вы не пойдете, пропишите себе, что вы можете тянуть из прошлого. Вот, пишем, внимание, многие не пойдут на девятый сезон, и я для них сейчас стараюсь. Вы, а у вас-то еще, сука, десять занятий впереди, а для многих это последнее. Пропишите из прошлого, что вы не можете допустить и почему. Пропишите в графе «настоящее», что вы не можете принять и допустить настоящим, и что вы не можете разрешить в настоящем. Пропишите в графе «будущее», о чем вы думаете, о будущем, что вы не можете допустить. И вам все откроется. Вам все откроется. Следующим шагом, которым мы с вами будем заниматься, и вам бы надо бы заниматься, это научиться понимать... Я вот сейчас сымитирую эти три колонки. Прошлое, настоящее и будущее. Ребята, восьмой сезон есть кто? А помните, я вам обещал, что новый сезон будет по-новому выстроен. Согласитесь, вы сейчас удивились чуть-чуть. Удивились про три времени? Ага. Поэтому новые сезоны, они всегда будут другими. Их нельзя повторить. Хорошо, что пришли, молодцы. Супер, спасибо. Пишем. Прошлое, настоящее и будущее. Вот объем вашей работы на первом этапе. Смотрите. Я уже повторяться не буду, окей, все поняли. Агорафобия – это про настоящее. И я не пойду, потому что это опасно. А это не опасно, блядь. Сука, иди на улицу и докажи, что это безопасно. Сейчас я чат выключу, чтобы не мешали. Что надо сделать? Я не хочу отвечать на вопросы ваши, блядь, потому что они меня заебали. Я хочу вам технологию дать. Итак, три колонки. Анализируем, что я не могу разрешить в себе и допустить, и принять, и примириться из прошлого. Что я так сильно, почему я так сильно эмоционирую в настоящем, и что я не могу принять и допустить, и почему в настоящем. И что я думаю о будущем такого, что меня постоянно тревожит. Это ясно? А теперь вы начинаете, когда вы все это пропишете, и у вас получится здесь, значит, ну, вот такой списочек. А затем вы делаете следующее. Следующим этапом, которым мы займемся с ребятами на девятом сезоне, когда мы все эти вещи будем разбирать, мы начнем говорить о том, а почему. Какого хера? Почему ты не можешь и как ты не можешь договориться с прошлым? На основании чего? На основании чего ты никак не можешь договориться с настоящим? На основании чего ты так фантазируешь и думаешь о будущем? Потому что здесь твой генерализованное, тревожное, ОКР. Тут твое тревожное ОКР. И тут твой стоп в развитии. Внимание, ответ. Я не могу договориться по этим пунктам, потому что они для меня недопустимы. Я не могу допустить это, я не могу допустить это, и я не могу допустить это. Внимание, вопрос. Почему для кого-то это, это и это допустимо, а для меня нет? Ответ. Для меня это и это недопустимо, потому что я вижу в этом либо угрозу, либо характеристику, либо отсутствие выхода. Ребята, я напишу это просто в строчку, это не значит, что это по колонкам. Я не могу допустить из прошлого в настоящего и будущего, либо потому что я вижу в этом угрозу в допущении. То есть, если я это допущу, это угроза. Ну, например, ваши вот эти вот... Где эта хрень? Вот она. Ваши панические атаки. Почему я не могу допустить вегетативное напряжение в реальности? Потому что я вижу в этом угрозу. Почему я не могу допустить что-то из прошлого, настоящего или будущего? Или из настоящего, когда там мать или отец или еще кто-то, или я что-то сделаю? Потому что я считаю, что это меня или их характеризует. Например, они не любят меня, не уважают меня, я ни на что не способен. Это доказывает. Именно эта характеристика и позволяет вам обосновать свое недопущение. И третье. Это я не могу это допустить, потому что это пиздец, какое отсутствие выхода. Потому что если меня бросит муж, это просто все. Это конец света. Если мой сын не закончит нормальную школу, это трагедия века. Если мой сын заболеет 38,9, это смерть. Я не вижу выхода никакого. Я не вижу выхода, если такое случится. Если мои родители умрут, это трандец полный. Если меня бросит муж или жена, это трандец полный. Если меня уголят, это трандец полный. Я не знаю, как быть, потому что у меня сейчас такая ситуация. Вот вам и три причины. Вы либо трактуете это как угрозу реальную, либо вы характеризуете это, либо вы не видите выхода. Научить вас не видеть угрозы, не видеть характеристики и видеть выход и есть задача управления эмоциональным состоянием. Вот так лечатся неврозы. Следующее пишем здесь снизу для тех, кто не придет на занятия на девятом сезоне. Что вы дальше делаете? Вы пишете одну фразу во всех трех колонках. на основании чего я так думаю? На основании чего я вижу в этом угрозу? На основании чего я вижу в этом характеристику? И на основании чего я не вижу выходов? И вот здесь начинается ваша философия. То есть терапия неврозов гораздо сложнее в этом смысле, чем рассказ вам про ВСД и про панику. Согласны? То, что вы изначально почувствовали напряжение или долго с ним ходили и начали трактовать это как как-то необычно и пугающе, это такая капля в море. Что когда вы переходите к причине этого напряжения, вы удивитесь. Вот давайте я сейчас в чат покажу, кто у нас с восьмого сезона, здесь ребята есть, из других сезонов. Поставьте плюсик, кто уже это понял, кто удивился. Насколько далеки от реальности вот мнимые вот эти проблемы и те сложности на самом деле, с которыми многие из вас сталкиваются, когда мы начинаем разбирать вот эти вещи. А знаете, что мы с ребятами из восьмого сезона выявили какое? Я удивился и плакал. Супер. Знаете, что мы выявили? Мне вот ребята помогли в этом смысле. Они мне сказали такую вещь. Они говорят, Леш, лучше пиять, я думал, что проблема в панических атаках и в агорофобии. Знаете, почему? Потому, что выдержать напряжение и доказать себе безопасность это очень просто. большинству из вас кажется, что это пиздец, как страшно. Правда? Большинству из вас. Но на самом деле, когда вы дойдете до настоящей сука, терапии ваших невротических расстройств, где вам надо будет просто-напросто научиться с собой договариваться, потому, что это и вызывает напряжение. Вы можете этим не заниматься. Кто-то спрашивает, а стоит ли? Может быть, и не стоит. Но тогда вы не будете пугаться. Вегетатики, но она вас будет ебашить всю вашу жизнь с вашими эмоциями. Это ваше дело, я никого не заставляю. Но ребята, которые приходят ко мне, говорят, блядь, меня вот это заебло уже. Я не пугаюсь, мне как бы, ну как бы, да, я хожу, летаю даже, езью, но вот эта вот эмоциональная свистопляска и стояние на месте в своем развитии мне уже вот здесь, если честно. Поэтому вы можете с этим вообще ничего не делать. Я не гуру ваш в этом смысле, который сказал, да, давайте, все вперед. Так вот, я к чему? И они сказали мне интересные вещи. Они говорят, лучше бы у меня была проблема опять с паническими атаками. Знаете, почему? Выдержать адреналин, выдержать испуг, который проходит достаточно быстро и научиться вот метафоре кому понравились сиськи? Расскажите, понравились? Запомнили? Да? научиться вот этому гораздо проще, чем порой договориться с собой по вопросу мужа или девушки. Научиться не бояться собственных страхов и вегетатики гораздо проще, чем научиться договариваться с человеком в соседней комнате. Знаете, почему? Потому что здесь вы ведете диалог с самим собой. А когда вы начинаете решать невротические вопросы, очень часто на пути к решению встают другие личности, их характеры, их поведение и обстоятельства, где вам придется научиться развивать флексибл. То, что мы называем гибкость. Потому что вот эту гибкость к переговорам, гибкость к поведению людей, гибкость к нахождению выходов это гораздо сложнее, чем тупо просто сказать себе допускай мне будет ебашить, эта паника мне похер. Ее не будет. А вот научиться просто сука промолчать, когда тебя подпирает, научиться договариваться с собой, когда тебе хочется вот что-то, а вот нужно как-то с собой договориться со своей ленью, со своим страхом, а вдруг не получится. Вот здесь вам придется гораздо сложнее. научиться вот кто-то про прошлое спрашивает, обсуждать это прошлое. У меня вот есть клиентка в терапии, мы когда к этому пришли, потому что то, что мы будем с вами обсуждать на 9 сезоне, а потом на кейсах, кто кейсы смотрит, возвращаться, сейчас выключу, возвращаться в прошлое отчасти, если мы понимаем, что там что-то зависло из прошлого, и мы не можем это никак проработать, это гораздо не проще, и отпускать это, и договариваться с людьми, и находить выходы, это гораздо сложнее, чем вот это. Рассказать вам про это, и вам это сделать, это в принципе небольшое, ребята, усилие, поэтому те, кто сегодня находитесь с панической атакой, радуйтесь, потому что научиться не пугаться вегетатики несложно, научиться правильно понимать ситуацию несложно. Я когда пришел на ютюб в одиннадцатом году, знаете сколько людей было с тяжелейшими расстройствами? Они годами из-за отсутствия знаний годами, годами искали ответ. Потом, когда я начал снимать видео образующие, эти люди, которые годами не понимали, что происходит, стали понимать. И многие из них стали моими коллегами благодаря той информации, которая наконец-то появилась в ютюбе. Я тоже сегодня говно меня поливают, это их личные невротические вопросы, мне по барабану. Но сам факт, что им помогло справиться с этим непониманием именно образовательная часть, там дальше конечно они не пошли. Но вот этот момент очень важный. Всем ясно? Вы пришли к тяжелому неврозу, Маргарита, не потому, что вы родили ребенка. Слушайте меня внимательно, вот вам кейс, хотите один? Маргарита, вы пришли к тяжелому неврозу не из-за рождения ребенка. Когда у вас родился ребенок, вы стали что-то думать, вы стали думать о настоящем и о будущем, вы стали либо тревожиться за будущее, вы стали тревожиться за него состояние, вы стали интерпретировать свое состояние как безвыходное, обреченное, отделенное от мира, вы стали как-то интерпретировать. Вместе с тем накладываются бессонные ночи, вместе с тем накладывается определенная монотонная жизнь молодой мамы, словно жизнь закончилась. Вот оно, Рита, слушай меня внимательно. Не ребенок послужил причиной твоего невроза, а то, как ты стала смотреть на жизнь и будущее. Понимаете? Что делать со страхом упасть где-то? Кто о чем? Я пытаюсь людям сейчас в этой части рассказать про важные невротические вещи, это постоянно. А кстати, а ВСД опасно? Это постоянно. Нет проблемы упасть где-то. Есть проблема в том, что ты этого не допускаешь, зайка. Нету проблемы в том, что я пойду и лягу где угодно или потеряю сознание или упаду. Есть проблема в том, что я об этом думаю. И если я думаю, что если я упаду где-то, это меня либо характеризует, либо мне это угрожает, то у меня возникает проблема страха, а не та проблема, что я хожусь и пизданусь везде, где попало. Да я могу упасть где угодно. Иди попадай, приходи дальше на девятый сезон, и мы начнем с этим всем подробно разбираться. Кто-то уже сейчас я чат выключу, потому что сейчас важная часть тоже будет. Спасибо. Вот это ясно? Давайте пройдемся еще по этапам. Итак, первая часть образовательная для тех, кто не придет на девятый сезон. Сначала вы должны полностью обосновать себе причину вегетативных реакций. Конечно, для многих ребят сейчас недостаточно обоснований согласных, но я вам хочу дать подсказку. Самым главным обоснованием безопасности вегетатики является пахуизм. Кто справился с этим, пожалуйста, поддержите новичков. Кто согласен, что главный аргумент безопасности вегетатики это пахуизм? Вот. Объясню, почему. Так много пахуистов, что чат завис. Ребята, чат завис от вашего пахуизма. Мы все прочитали. У вас такой сильный пахуизм, что чат глючит. Сейчас объясню, что я имею ввиду для новичков. Сейчас объясню, почему. Они не понимают. Смотрите. Главный аргумент, почему я говорил про пахуизм. А если вы начнете не обращать концентрацию внимания на вашу вегетатику и просто молча скажете да хер с ней. Хер с ней. Будет и будет. Пускай будет. Пускай будет сколько угодно. Пускай будет сильно. Да мне похер. Ну если мне как-то вегетативно будет некомфортно, да мне похер. Ну если меня зашатает, да мне похер. Ну если я где-то там мне станет некомфортно, мне похер. Вот если вы сможете развить это внутреннее состояние, разозлившись на себя, со словами для меня заебало уже это. И вы разозритесь, скажете, да похер, да пускай будет, да пускай будет сколько угодно, вообще без проблем, вообще без проблем, вообще, хоть весь, сука, день. Вы удивитесь, но у вас это прекратится. Смотрите статистику. Ребята, кто может на своем опыте сказать, что так оно и будет? Пожалуйста, новичкам помогите. Сто процентов, сейчас просто цифру сто напишите. Сто. Кто считает, что так оно и есть? Блин, опять сейчас. Ребят, уровень вашего пофигизма не дает. А, вот отвис. Вот, видите, сколько их? Смотрите. Вот и все. Я хочу, чтобы новички меня просто поняли и услышали, что проблема заключается в том, что вы не хотите напряжения, потому что считаете, что это плохо, опасно. Есть еще одна, знаете, какая проблема? Слушайте меня внимательно. Это, сука, ваше самолюбие. Вы настолько не хотите терпеть дискомфорт, настолько не хотите, чтобы вам было дискомфортно, что только бы этого не случилось, если я захочу писать, это дискомфортно. Если мне будет вегетативно нехорошо, это дискомфортно. Блядь, сука, если ты с этим парадигмой дум хочешь так дальше жить, тебе вообще в принципе будет очень непросто. Потому что от того, что ты так сильно этого не хочешь, так сильно это и будет. И пока ты, блядь, не возьмешь себя в руки и не скажешь «по-хе-ру», это не закончится. Дальше технически, мы будем говорить об этом еще много, необходимо бездействовать во время того, когда ты успеешь испугаться. И даже силой гнева вытеснить кое-что. Пишем одну физиологическую фишку, которую я хотел с вами поделиться не только с ребятами, кто придет на девятый сезон, но и со всеми, кто не будет на девятом сезоне дальше. Смотрите, в чем эта фишка. Фишка эта заключается в том, что вот здесь у вас эмоция страха, есть одна эмоция, которая способна вытеснить страх. Как вам кажется, какая эмоция, а я не буду включать чат Херснин, какая эмоция способна вытеснить страх? Наверняка сейчас все говорят гнев. Отчасти да, но не полностью. Эмоция страха, вот здесь, может быть вытеснена эмоцией страха. Объяснить? Объясняю. Если вы хотите справиться со своим неврозом, если вы хотите научиться нашим третьим, четвертым и пятым пунктам, где вы будете анализировать, как вы создаете эмоции в жизни, которые привели вас изначально к этому по вот этой схеме и учиться разрабатывать все это с помощью гибкости, а гибкость наш главный ресурс, и весь девятый сезон мы будем чем заниматься, разрабатывать гибкость. Как к этому прийти? Вот у вас есть страх, да, смотрите. Вот у вас есть страх. Например, страх потерять сознание, страх там умереть, страх там обоссаться во время паники, страх какой-то ошибки, страх начинающих новых действий, страх принять решение с мужчиной, женщиной, страх принять решение на работе. У кого есть такая хуйня? У нас у всех она есть, да? У меня тоже это есть, я живой человек. У нас есть вот эти страхи, как с ними справиться? С ними можно справиться, как показывают последние исследования и работы, и моя в том числе, мой опыт, это с помощью еще одного страха. Это страх в квадрате, сука. Что за страх в квадрате? Кто догадается? Что с тобой будет, если ты по-прежнему будешь избегать работы по упражнениям, о которых мы будем говорить, и даже ты знаешь. Что с тобой будет, если ты не будешь работать над собой и научиться когнитивной гибкости? Что с тобой будет, сука, с твоей жизнью, если ты не возьмешь себя в руки и не начнешь действовать? В обучении психотерапии, в обучении эмоциональной гибкости и так далее. И если твой страх, с кем ты, сука, будешь просыпаться каждое утро, если ты не начнешь тут действовать? Какая будет твоя личная и профессиональная жизнь и карьера, если ты не начнешь действовать? И если этот страх станет высоким, ты удивишься, как у тебя вырастет внутренняя мотивация, чтобы начать это делать. А у вас в подавляющем большинстве случаев нету вот этого. Потому что у вас есть какая-то возможность этого не делать. Можно как-то баблишко подкинуть кто-то, где-то родители помогут, где-то еще кто-то поможет, где-то как-то потерпится, где-то как-то избегаться будет. Беда, можно же просто взять такси и поехать на работу. Нахуй мне в метро спускаться, там же столько дискомфорта. Если бы я был на вашем месте, я бы сказал себе, я буду ездить в метро каждый день. Хоть у меня в Маевых стоит под подъездом, я буду ездить каждый, сука, день на метро до тех пор, пока я не справлюсь с этим. Потому что для меня самое страшное – это быть зависимым от этого. Для меня самое страшное – это быть ограниченным. Для меня самое страшное – это проиграть самому себе. И если даже у меня есть Маевых под подъездом, я все равно буду ездить на метро, пока я с этим не справлюсь. Потому что это страшно для меня с этим не справиться. Хотя я могу сесть на Маевых, и меня доставят до подъезда моего офиса, и я туда войду. Вот это понятно? А вы что делаете? Вы придумываете отмазки перед самим собой, которые дают вам возможность не делать. Вам недостаточно страшно за последствия вашей гнилой, блядь, сука, жизни, если вы это оставите. Вас потому что все устраивает. Но такое у вас муж во все устраивает. Но такие у вас личные отношения во все устраивает. То такая у вас зарплата. Вы даже не можете 4 тысячи заработать на вашу терапию. О чем говорить? Вас все устраивает. Вам должно стать страшно от того, что будет, если вы не начнете делать упражнения с паникой, с агорофобией. Если вы не начнете работать над собой. Поэтому в четверг я жду только, сука, тех, кому, блядь, действительно стало страшно за то, что будет с их жизнью личной и профессиональной, если они не начнут это делать. И я никого не призываю. Я не буду вам всем наперегонки отлизывать и отсасывать, чтобы вы меня слушали. Я просто поделюсь. 10 занятий той информацией, которая помогла огромному количеству людей. От списка Forbes до, сука, школьников. Но если вы будете себя обманывать, тогда идите и живите с родителями до конца ваших дней. Если вы будете себя обманывать, зарабатывайте свои 15 тысяч в месяц до конца ваших дней. И не жалуйтесь тогда о том, что вам как-то вегетативно плохо. Да, у тебя может быть ситуация в прошлом, которая не дает тебе спокойно жить. Я тебя прекрасно понимаю. У меня тоже был развод у родителей очень непростой, и меня гнобили в школе все мое детство. У меня тоже в настоящем было много реакций. И я тоже переживал за будущее, особенно когда уходил с позиции директора по маркетингу. И когда я уходил работать с вами по скайпу за 330 рублей, мне все говорили, ты что, ебанулся совсем? Мне тоже было страшно. И мне тоже казалось, что нет выходов. И мне тоже казалось, что у меня инфаркт буквально завтра случится. И мне тоже было неприятно. Но я могу с вами поделиться тем внутренним ресурсом, который даст вам сухо силы испугаться так, что вы начнете ебашить. И ебашить по отношению к своему эмоциональному состоянию так, чтобы любой страх, который касается, а вдруг это, а вдруг то, как полететь в самолете. Тебе должно стать настолько невыносимо, тошно от того, что ты просидишь в своем сука ухосранске до конца твоих дней, что это должно поднять твою пыльную жопу. Со словами Алексей, давайте с этим поработаем, потому что я заебалась уже сидеть дома. Вот тогда у тебя появится внутренний ресурс это делать. А если ты скажешь, ну ничего, посижу в своей деревне всю жизнь, ничего, у меня агорофобия, ха-ха-ха. Все ребята, которые справились с агорофобией, сегодня летают, путешествуют, передвигаются, потому что они этого хотели. Они заебались это терпеть. И если ты хочешь себя обманывать, особенно касается развитой инфантильности, со словами, ой, мне так плохо, ой, мне так плохо, но на самом деле родители тебе помогают, муж тебе помогает, вся семья выстроила себе зону комфорта вместе с тобой, и все хорошо, просто тебе там плохо. Ты такой профессиональный, больной. Вам должно, вот вам про мотивацию, вам должно стать страшнее от того, что у вас нету. И обидно. Да, вам здесь будет страшно. Да, вам здесь будет привычно некомфортно. Но если вы не скажете себе, что да, возможно, мне будет некомфортно завтра пойти одной на улицу и прожить эту привычку себя пугать, но вы не насилуете свой организм со словами «Я проживу приступ». Вы не насилуете себя со словами «Терпи, Люда, терпи». Когда это закончится? Когда это закончится? Что же, сука, Красиков, ты что, ебанулся? Мне так плохо, так плохо. Мама, я не хочу больше этого. Вы что, мою дочку насилуете? Йоп, вашу мать, Зина! Если твоя дочь считает, что у нее на улице возникает какая-то приступообразная проблема, это проблема интеллекта вашей дочери. Потому что ни один организм не видит, где ты находишься. Вы просто испытываете привычку себя пугать, и вам страшно, потому что вы убеждены, что с вами что-то происходит. Ничего, кроме страха в ваших мыслях. А вдруг я сойдет с ума? А вдруг я сойдет с ума? Ничего, кроме мыслей и страха, с вами не происходит. И единственное, что вам надо, это это понять. И взять себя в руки и сказать, «Заебало!» Пускай я буду думать об этом сколько угодно, и пускай я буду испытывать вегетатику сколько угодно, мне должно стать очень страшно от того, что я никогда не полечу, не познакомлюсь, не смогу поехать, не смогу пойти, не смогу добиться, заработать, сесть в красивую машину, переселиться в красивый дом, родить интересных детей, жить в хорошей семье и кайфовать в жизни. Я не знаю, сука, сколько мне отмерено жить. Я не знаю. И никто не знает. Но я точно знаю, что это отрезок конечный. Тут мы родились, тут мы умрем. Это стопроцентный факт, можете даже не сомневаться в принципе. Но я знаю одно, что какой-то человек из вас выберет прожить это, блядь, сука, вот так, а какой-то человек выберет это прожить вот так. Вот и все. Вот и ваш выбор. У нас нету задачи не умирать. У нас нету задачи не ошибаться. У нас нету задачи не совершать каких-то поступков. У нас нету задачи, что она скажет вот здесь. У нас есть задача, как мы этот путь пройдем. И если вы хотите пройти этот путь имбецила, потому что вам кажется, что ваша тахикардийка 130 – это многовато, тогда флаг вам, сука, в руки, барабан на шее, нахуй вы не нужны на девятом сезоне. А если вы хотите в будущем путешествовать, ездить, помогать своим родственникам, и чтобы вы собой гордились, прежде всего перед самим собой, потому что главная победа – это работа над собой и победа над собой, тогда добро пожаловать. И вам должно быть страшно от моей речи, что будет, если вы не возьмете себя в руки и не начнете над собой работать. Это все, что я хотел вам сказать на первом вводном занятии сегодня. Это все, что вам надо сейчас понять о том, что такое работа над собой. Вы живете в иллюзии. И эту иллюзию мы можем исправить. Поэтому решать вам нету задачи не умереть. Спасибо, ребят. Я вижу ваш чат. Нету задачи не ошибиться. Сейчас я выключу, потому что может мне помешать это. Нету задачи. Нету задачи. Нету задачи не умереть. Нету задачи не ошибиться. Нету задачи не упасть в грязь лицом. Нету задачи не быть уволенным. Нету задачи не потерять близкого человека. Нету задачи такой. Есть задачи, как мы этот путь пройдем, когда мы с этим столкнемся. Мы все с вами родились. Мы все с вами умрем. И на пути этом у нас будет много разных обстоятельств. Много-много-много разных обстоятельств. И не стоит в этих обстоятельствах, чтобы их не было. Наша задача пройти сквозь эти обстоятельства, набираясь опыта. И я очень надеюсь, что после смерти нас ждет еще раз вот этот процесс. Я очень на это надеюсь. Я не знаю, как оно будет, но я очень надеюсь, что это выглядит примерно вот так. И если эта концепция верна, вам будет очень стыдно вот здесь, когда вы будете разбирать, как вы проебланили все возможности. Просто потому, что вам где-то стало себя жалко, где-то вы не могли принять решение. Конечно, вы привыкли думать определенным образом. Вы привыкли тащить из прошлого. Вы привыкли преувеличивать настоящее. И вы привыкли драматизировать будущее. Давайте научимся это не делать. И проживем отрезок жизни так, как мы бы хотели. С ошибками, с обидами, дискомфортами, неприятностями, взлетами и падениями. Но проживем его так, чтобы потом нам было не стыдно. И пускай мы потерпим где-то неудачи, и вот здесь у нас постигнет какое-нибудь разочарование в чем-нибудь, но вот этот отрезок мы пройдем так, что мы скажем, да, это было круто, я справился с самым главным, с самим собой, со своими страхами, со своими привычками. И тогда вам будет не стыдно. И если даже нам суждено умереть, нам не должно быть стыдно за тот отрезок, который мы делаем перед самим собой. Потому что больше всего стыда, больше всего стыда у нас возникает перед самим собой, когда мы перед собой спасали. Согласны? Когда мы перед собой спасали, нам больше всего стыдно. Когда мы проиграли сильному сопернику, нам не стыдно. Когда мы подчинились обстоятельствам, нам не стыдно. А вот когда мы с собой не договорились, когда наше эго и наша гордость взяла власть, вот тогда нам стыдно. Вот чтобы вам не было стыдно, давайте работать. Спасибо. Я очень надеюсь, что вы запомните мои слова. И те, кто по каким-либо причинам не будут присутствовать на девятом сезоне, может быть придут на десятый, может быть придут еще на какой-то. Но я знаю только одно, что я могу вам попытаться дать тот объем материала, который поможет вам в жизни. Это не касается ВСД и паники. Это касается в целом вашей жизни и вашей стрессоустойчивости. Если кто-то хочет это сделать, у Павла все ссылки. В Телеграме сейчас ссылка появится, ВКонтакте ссылка появится. До четверга у вас есть такая возможность. Следующий сезон будет в первом месяце лета. После девятого сезона сразу стартуют разборы кейсов. На кейсы приходят только те, кто прошел сезон. Как вам мотивация? Цепануло? Мне кажется, у меня был первый такой спич мотивационный. А мне говорят, что ресурса мало. Ну не знаю, я до утра могу орать здесь сидеть. Спасибо. Пересмотрите копию. Вы ее все увидите. И действуйте. Просто действуйте. Разозлитесь на себя. И испугайтесь того последствия, которого не будет. Ошибаетесь. Напрягаетесь. Но действуйте. Будущее за вами. И выбор за вами. Ваши Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. Увидимся с вами в четверг в 8.00. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok